В 1667 году царь Алексей Михайлович повелел для посылок из Астрахани на Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде, в селе Дединове. Построенный по царскому указу на верфи села Дединово фрегат и стал первым российским военным кораблем. Он был создан по голландской технологии. Двухпалубный первенец российского военного флота был разновидностью Пенаса, голландского парусно-гребного судна. Корабль имел 24 метра в длину и 6 в ширину, глубина осадки – полтора метра. Из вооружений 22 пищали пушки калибром от 2 до 6 футов. Экипаж состоял из 56 человек. 19 мая 1668 года фрегат был спущен на воду, а 15 марта 1669 года в честь государственного герба ему было присвоено гордое имя «Орел». Этот фрегат открывает реестр всех когда-либо построенных в государстве российском морских военных судов и в этом качестве почитается в стране и на флоте. Его копия венчает шпиль адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Переписка между царем Алексеем Михайловичем и голландскими мастерами свидетельствует об отсутствии на тот период флага как государственного символа страны. И в этом вопросе московиты должны были определиться самостоятельно. Решение было принято. В конце апреля 1669 года, согласно царскому указу, на фрегате «Орел» были подняты знамена-еловчики червчатой, белой и лазоревой материи, то есть бело-синя-красные полотнища. Так село Дединово стало родиной государственного флага и первого российского военного корабля. На рубеже XIX-XX веков здесь было 920 дворов, 6,5 тысяч жителей, 5 храмов, 3 школы, 4 промышленных заведения, 20 лавок. Особенно выделялись храмы. Самый большой из них, Пятипрестольный собор Воскресения Христова с пределом в честь апостолов Петра и Павла, был построен в 1817 году. Рядом кирпичная церковь в духе московского зодчества второй половины XVII века храм Рождества Богородицы. В советское время они были закрыты и частично разрушены. В последние годы силами благотворителей, неравнодушных, любящих свою страну и ее историю, восстанавливаются оба храма и колокольню. Планируется открыть историко-культурный центр, который объединит церковные сооружения, краеведческий музей и прилегающие территории. Есть в селе Дединово и кадетский корпус, названный в честь первого военного корабля «Орел». Его воспитанники живо интересуются историей родного края, изучают морское дело и военные традиции русского флота, ведут поисковую и исследовательскую работу, посещают исторические места, связанные с героическим наследием нашего Отечества. Выпускник кадетского корпуса «Орел» Тихон Хоменко решил посвятить свою жизнь военно-морскому делу. Однажды, дав слово президенту служить России, после окончания школы он пошел в армию, а затем поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. Мечтают избрать карьеру военного и другие выпускники кадетского корпуса. Память и знания прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, одухотворенным. Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова